Память священна. В центре Рязани на площади Победы состоялась патриотическая акция «Вечный огонь-2018». Главная цель – привести в порядок все вечные огни и огни памяти региона. На сегодняшний день их более 40. Волонтер ОНФ Глеб Шабонин, несмотря на дождь, решил принять участие в акции. Он говорит, кто, если не мы. За моей спиной, где указано Герой Советского Союза, там брат моего прадеда Черняев Алексей Ильич, который получил медаль Героя Советского Союза за форсирование Днепра в 1942 году, если я не ошибаюсь. Может быть, в 1943. Маршрут у представителей молодежки ОНФ не близкий. Три машины отправились в Михайловский, Скопинский районы, Пронск, Клепики, Касимов, Петелина, Сасово, Рыбное, Шилово, Ухлова, Сарай и так далее. Первая акция была в прошлом году. Был выявлен ряд недостатков, который очень оперативно был направлен в правительство Рязанской области. И местные власти при поддержке региональных очень быстро все устранили. И празднование 9 мая в населенных пунктах региона состоялось на достаточно высоком уровне. Напутствовал волонтеров ветеран Великой Отечественной войны Герман Грибакин. Он отдал вооруженным силам более 30 лет. Сначала он был летчиком, потом штурманом и автомобилистом. На груди Германа Николаевича более 40 орденов и медалей. Самое близкое к сердцу. Медаль за доблесть и труд в годы Великой Отечественной войны. Сейчас ему 89 лет, а его общий трудовой стаж перешагнул за 70 лет. Он полон сил и, несмотря на дождь, пришел пообщаться с молодежью. Это огонь символ победы, символ наших достижений. И вот что ценно, что молодежь активно принимает это участие. Первый вечный огонь появился в Рязани в 1975 году. С тех пор он является негаснущим напоминанием о великих людях и великих свершениях. Мария Руда и Станислав Кудряшов. Телекомпания «Город».